Полнуешься? Не волнуйся, все будет хорошенько. Каждый раз, как первый раз. Страшно. Да? Кажется, привыкнешь? Неа! Никогда к этому не привыкнешь. О чем ты мечтаешь? Пойти в школу с двумя кошками. Нам очень повезло, что мы родились в Минске. И что Кира в свое время сидела на попе, и нас кесарили. Если бы не было кесарева, и я ее рожала сама, я даже боюсь представить, какой бы родился ребенок. Если учитывая это после кесарева, у нее все равно были внутриоптробные переломы. Она была такая маленькая, крошечная, вес у нее был в принципе хороший, но она уже такая была, такая особенная малышка. Ну вот это у нас двадцать четвертый перелом. Ну вообще было тяжело изначально, потому что у нас все было глухо. Здесь вообще ничего не было известно про наше заболевание. Было очень сложно найти и родителей, и врачей. И было все настолько, что даже в поликлинику приходили и рассказывали врачам, что это заболевание, что мы с ним делаем. Столько все было, что даже вот Киру с такими вот гипсами мы приносили, маленькую правда, к министру. Вот ложили ей на стол и говорили, ну вы понимаете, что ну надо их лечить. Кира у нас лечится сейчас в Москве, так как там такая хорошая группа врачей, которые занимаются таким заболеванием более двадцати пяти лет, то они, конечно, в течение года мы попали к ним буквально на два курса, но они сделали колоссальный труд, потому что свои три с половиной года Кира не могла даже стоять. Учитывая то, что в Беларуси мы лечились. Да, маме привет передавай. Скажи, мама, я хожу. Ну, видишь, клапки, ты ли к доктору идешь? Конечно. Ровно, не смотри, давай, смотри здесь. Ну, мы верим в лучшее. Вот она сейчас немножечко еще подрастет, нам нужны операции. Для того, чтобы она ходила сама, ей нужно выпрямить ноги и укрепить штифтами. Ну и, конечно же, будет легче ходить. Она с деформациями, она просто физически не может полноценно ходить, так как идет разница в ногах, там совсем голени в другую сторону, бедра там сами по себе сердечками, ей это очень тяжело дается. И сумма в харате там просто заземленная. Там два бедра, почти 33 тысячи евро. Две колени и две руки. Ну, руки выпрямишь потом, дорогая моя, ноги надо ходить. Ну, я рисовала всякие картины в помощь, ну, я собирала деньги так, на операцию и на ходунки себе. Я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые уже, часть людей, которые присутствуют в зале, мы уже помогали Кире. Этот ребенок просто какой-то удивительный, столько счастья, эмоций в ней. И она никогда не плачет, она никогда не бывает грустной, у меня всегда хорошее настроение. И когда я смотрю на такого чудного, солнечного ребенка, мне кажется, что почему мы не должны все быть счастливы, почему мы иногда грустим, почему мы всегда всем недовольны. У нас все в порядке, мы ходим, бегаем, прыгаем, и это самое важное. Ну, деньги мы уже, наверное, не найдем, уже столько всего было завернуто у нас здесь. Всем привет! С вами красавица Кира, я только что почти была на операцию, но пришло полчаса, мне уже лучше. Сделали все хорошо, поставили телескопические штифты, я видела снимки. Приятно смотреть на ровную ногу ребенка. Это счастье. И все прошло? Все, молодцы у меня. Уже это все закончилось? Ладно, пошли, садиться и поедем. Я вчера смотрела программу, если честно, я смотрела и радовалась, насколько у нас все прекрасно в Беларуси для наших детей сделано. Думаю, такое ощущение, что я не отсюда, что я не в Беларуси живу. Я просто чего-то не понимаю, наверное. Доктор, который закреплен нашими детьми, вот он где-то, Минск ТВ какая-то, где эта передача была. И там так все красиво расписали, все есть, врач есть, лечение есть, реабилитация есть, врачи, которые делают операцию, все есть у нас, все на высшем уровне. Да, Кир? Да. Жалко, что мы не в Беларуси, у них все есть. Да, это можно. Точно, спасибо. И это про... Нет, это после операции, слава богу. Да? Это уже приятные хлопоты. Немножко помогли, да? Да, на первой операции собрали нам денежки. Спасибо большое. Да? Мы просто боимся снимать, скажи, поэтому очень не улыбаемся сегодня. Кирюш, ты платишь и я сейчас буду плакать. Будем вместе плакать? Угу. Отлично. Отличная идея просто. Время тянет�서 вечностью. Просто вечностью. Отлично. Отлично. Не будет страшно. Без понятия. Страшно, но больно не будет. Штукотки боишься? А мы уже снимали, она знает, что не страшно. Ну, слабо неплохо. Чихо, Жейко. Чихо, мама, надо. Я здесь, я же никого не ухожу. Не плакать мама будет, Радышка. Не плачь. Если будешь плакать, бабушка маму выгонит с кабинета. Не плачь. Смотри, бабуля руку свою подложила, не бойся. Не бойся, не бойся. Видишь, рука бабушкина там, не бойся. Тихо, 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 мама. Поможешь мне, да? Да, тоже. Ребята, крепко справитесь. Не хочешь ее, Благо. Реш, очень боюсь тебе сделать больно. Очень. А мне пальцы, как будто, чтобы мне не болят. Нога не очень. Жопку поднимешь? Вот эту, ножкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это была вообще дугой-дугой. Такие же бедра. Бедра были вообще буквой Г. Сейчас они идеально ровные. Даже и не верится, что такое могло быть. Я очень надеюсь, что мы успеем накачать мышцы до того, как я пойду в школу. Просто я очень хочу в школу, но в школу я хочу пойти своими ножками. А времени-то мало, да? Да. И мы усердно делаем зарядку. Мышцы, она вообще стала очень слабой. Полгода, по сути, в гипсах после всех операций. Спина слабая, ноги слабенькие, но ровненькие, я стал красивенькие. Да, Кирюша? Да. У меня вообще сейчас как будто твал у тяжелителей. Жди, чувствую, как у тяжелителей, и я тебе соножки. Да. Мы рассчитываем хотя бы, чтобы на руках слаба. На руках, просто, тебе не совсем-то будет красиво. Ножки красивые уже. Да. Труд. Труд перетрут, все перетрут. Ну, мы справимся. Да, Кир? Столько всего прошли, что сейчас просто... Кира просто обязана доказать самой себе, что она не просто сильная девочка, а очень-очень сильная девочка. Мечты должны сбываться. Да, Кирю? Управление по образованию Администрации Советского района. Самое главное, да, Кирюша? Управление по образованию Администрации Советского района. Кирюша? Ну, мы справимся. Продолжение следует...